Нестационарные торговые объекты привычные для города явления. Многие стоят на одном и том же месте годами. У них есть постоянные покупатели. При этом граждане редко интересуются тем, законно ли размещен тот или иной торговый объект и есть ли документы на товар. Вы обращаете внимание, законная точка стоит, нет? Нет, не обращаем. Для вас это важно вообще? Да нет. Мне, в общем-то, не важно. Я думаю, многим. Важно, чтобы была цена соответствующая. А вот в Анахимовском муниципалитете считают, что незаконная торговля – бич района. И дело не только в недополученных бюджетом налогах. Некоторые бизнесмены варварски мусорят вокруг своих рабочих мест. Так что на борьбу с незаконной торговлей здесь настроены решительно. Он торгует. Мало того, что незаконно, еще и в дополнение, естественно, и не вывозится мусор. Он его за ларек сбросил. Можно подойти, посмотреть. А мы в этом живем. Никому до этого дела нет. Поэтому хотелось бы предупредить всех, как без исключения предпринимателей. Реды будут постоянные, еженедельные по всему району. И северная страна в том числе. Поэтому скоро мы придем и туда. Вывоз мусора по заключенному договору в зависимости от товара обойдется около 2000 рублей в год. Штраф за отсутствие такого договора – от 3000 рублей. Если нет разрешительных документов на торговлю – от 5000 рублей. А в случае, если на торговой точке нет данных о предпринимателе, все протоколы о нарушениях составляются лично на реализаторах. Не знаю, он говорил, что документы должен был привезти. Что постоянно обещает, что документы привезет. Сейчас вы ему позвонили, как он действует. Он приедет, он вам как-то поможет. Ну, конечно, он сам это все будет оплачивать. То, что вот эти вот штрафы. Он же в течение месяца сказал, что привезет документы, он привезет. Сейчас составляет протокол на вас. И вы его все еще верите. Общая сумма штрафа по составленным протоколам в ходе такого рейда на одну торговую точку может составлять 15-20 тысяч рублей. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова